Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Андрей Сенченко, глава всеукраинского общественного движения «Сила права». Здравствуйте. Общественная организация, которую вы возглавляете, и которая юридически помогает пострадавшим от оккупантов, впервые добилась от украинских судов признания России как агрессора. Правда, стоит заметить, что еще 27 января этого года, 2015, Верховная Рада Украины признала Россию страной-агрессором. Но тут сразу вопрос, почему тогда признание украинским судом России-агрессором столь важное событие? Я поясню, в чем разница. Дело в том, что до того была целая череда политических заявлений. Были заявления глав государств и правительств разных, международных организаций и так далее. И решения украинского парламента. Но это, скажем так, решения политические, политико-правовые. Очень важно, чтобы были судебные решения, когда, скажем так, есть заявления пострадавшего. Есть факты, которые изложены в заявлении, они оцениваются, рассматриваются судом. И там часть или все эти факты признаются как доказательство по делу. Потому что я уверен, что Российской Федерации и тем, кто развязал войну, придется в конечном итоге, например, отвечать в Гаагском международном трибунале за те преступления, которые совершены. Но если прийти в Гаагский трибунал с решением украинского парламента, ну да, его тоже примут к рассмотрению. Но это не будет, скажем так, необходимым и достаточным доказательством для того, чтобы агрессоры понесли наказание. А если прийти в Гаагский трибунал, например, со ста тысячами судебных решений по заявлениям украинских граждан, которые пострадали от российской агрессии, то это достаточные доказательства. Ну да, это правда, что Гаагский трибунал, он смотрит и подчеркивает именно численность нарушений. И масштабы их тоже интересуют. Например, по поводу Майдана. Еще раз хочу подчеркнуть, тут не вопрос объемов, а вопрос того, что изучены национальной судебной системой. То есть не политиками, не группой депутатов, не 450 депутатов приняли решение, исходя из своей оценки ситуации, а суд. Ну, это у нас, к сожалению, судебная система и суды, они во многом, скажем, утратили доверие в мире. Судебное решение – это на самом деле то, к чему нужно прислушиваться и то, что нужно выполнять. И очень важно, еще раз повторю, что не по заявлению какого-то органа, а по заявлению абсолютно конкретно пострадавшего гражданина. Вот первых два пилотных решения, которые вышли, это первое решение по заявлению вынужденной переселенки из Крыма, и там своя доказательная база. Второе решение по заявлению вынужденной переселенки из Луганской области, и там своя доказательная база. Мы рассчитываем, что до конца года появится первое пилотное решение в интересах семьи, по заявлению семьи погибшего военнослужащего. И где-то тоже либо конец года, либо начало января будет уже первое пилотное решение по раненому и покалеченному бойцу, который был призван в армию и пошел защищать свою страну. Это иск в украинском суде, пострадавший против России. А кто представляет Россию в этом суде? Поясню ситуацию. Первый этап это когда устанавливается юридический факт того, что человек пострадал, ему нанесен ущерб в связи с тем, что он стал вынужденным переселенцем. И суд устанавливает на основе доказательств предоставленных, что конкретный заявитель стал вынужденным переселенцем в результате российской вооруженной агрессии, оккупации в одном случае Крыма, в другом случае части Донбасса. Ну, законодательство или гражданский процесс предусматривает, при установлении юридического факта нет ответчика, есть заинтересованное лицо. Так вот, заявителем указывается Российская Федерация как государство-агрессор заинтересованным лицом. Вторую сторону, то есть Российскую Федерацию, известили должным образом. Есть уведомление в суде о том, что они получили весь набор документов, но они проигнорировали суд. Вот это их право. Суд вынес решение, это было уже право суда, поскольку он четко удостоверился в том, что Российская Федерация проинформирована. Ну, вот нет просто такой себе вопроса, если Россия будет игнорировать все решения суда. Это не играет никакой роли. Это во всем мире, так сказать, важно, чтобы был подтвержденный факт, что сторона в процессе, либо заинтересованное лицо, должным образом уведомлено и получило весь необходимый объем документов. Они полностью все это получили вовремя. Я считал, что у вас достаточно амбициозные планы. Вы как бы подсчитали, что есть около двух миллионов вынужденных переселенцев, которые, по идее, могут… Иначе скажу, смотрите. К числу пострадавших в нашей стране можно отнести практически каждого человека, поскольку мы мирная страна, мы жили мирной жизнью, а Путин и руководство путинской России решили, так сказать, оккупировать Крым, а потом, так сказать, часть нашей территории на Донбассе. Поэтому пострадали все. Но если говорить о непосредственно пострадавших, то есть либо вынужденные переселенцы, мы говорим о пяти категориях граждан, которыми занимается наше общественное движение. Это вынужденные переселенцы, почти два миллиона человек. Это семьи погибших и военных, и гражданских. Это раненые и покалеченные, и военные, и гражданские. Это люди, побывавшие в плену, и граждане, утратившие личное имущество. Вот это примерно два миллиона человек. Безусловно, есть бизнес пострадавший, но это уже, так сказать, за рамки деятельности общественной нашей организации, там, так сказать, бизнес имеет свои механизмы. У вас больше человеческое измерение, то есть вы помогаете непосредственно. Но есть еще большое число пострадавших среди тех, кто сегодня фактически проживает на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Но мы отдаем себе отчет в том, что пока эти люди не готовы подавать в суды, поскольку они находятся под давлением ФСБ, других, так сказать, репрессивных российских спецслужб, и находясь на оккупированной территории, конечно, они уязвимы. Но та методика, по которой мы действуем, она в том числе будет предложена этим людям, и оккупация, она вечно длится не будет. Ну, два миллиона человек – это очень большое количество. Где вы найдете столько юристов, чтобы следить все эти дела? У нас достаточно четко отработанная правовая технология, у нас достаточно четко отработанная технология, которая позволяет реально обслужить и сопровождать два миллиона судебных решений. Мы для этого разворачиваем сеть юридических приемных по стране, и в половине регионов такие приемные уже есть. В них работают молодые юристы, выпускники юридических вузов. На них первичная функция, то есть они разъясняют возможности людям, они анкетируют, помогают собрать материалы. А дальше уже все заявления в суды готовятся в Центральном офисе по определенной технологии. Мы имеем уже достаточно четко систематизирование доказательства российской вооруженной агрессии, нарушения Женевской конвенции 49-го года. И по Крыму, и по Донбассу, поскольку там чуть-чуть по-разному события происходили. И поэтому вот эта подготовительная работа позволяет в хорошем темпе обеспечивать решение этой задачи. Ну, в принципе, украинский суд может определить сумму ущерба и потребовать у российской стороны компенсации. Однако, 1 декабря Государственная Дума Российской Федерации приняло в первом чтении законопроект, который даст Конституционному суду Российской Федерации право определять, исполнять или нет вердикт международных структур, в том числе Европейского суда по правам человека. Вот, в принципе, законопроект, который они проголосовали в первом чтении, он устанавливает приоритет национального законодательства над международными обязательствами. Понятно, что при таких условиях они скажут... А мы ничего спрашивать не будем. Во-первых, я хочу сказать, что вот этой законодательной инициативой Россия себя загоняет в совершенно такой глухой угол и, по сути дела, превращается в Северную Корею. Ну, как говорится, бог им судья. А второе, то, что они как раз развязывают руки всему остальному миру в части, скажем, обращения санкций по решениям судов на имущество Российской Федерации за пределами России. То есть, у нас есть имущество? Я вам скажу иначе. Порядок цифр. Скажем так, в Западной Европе и в США в общей сложности российского имущества, вот так по оценкам, примерно на 2,4 триллиона долларов. Ну, поскольку там публика есть неадекватная в Российской Федерации и в российской политике, точнее, там адекватных мало. Так вот, уже звучали такие заявления, а мы в ответ арестуем все западное имущество. Но дело в том, что всего иностранного имущества на территории Российской Федерации примерно на 800 миллиардов. То есть, да, баланс примерно, ну да, да, да. А в Украине мы не знаем? Мы знаем. Мы знаем, но не будем говорить. Мы знаем, безусловно, этого не хватит, чтобы удовлетворить все претензии, потому что я так, чтобы мы просто представляли, в свое время была агрессия Ирака по отношению к Кувейту. Война длилась неделю, по сути дела. Общий объем претензий, которые предъявил Кувейт как государство, кувейские компании, кувейские граждане, составил 452 миллиарда долларов. Примерно на треть удовлетворены претензии. И Ирак, кувейту, каждый месяц в рассрочку выплачивает. Поэтому для меня смешными совершенно выглядят те цифры, которые называл господин Яценюк, который говорил о том, что примерно триллион гривен мы будем отсуживать. Это 50 миллиардов долларов. Этой суммы не хватит удовлетворить, только лишь покрыть ущерб, который нанесен гражданам. Не говоря уже о государстве, государственных и частных компаниях. Это да. Но, смотрите, вот. Конечно, я не знаю, как это будет длиться дальше, потому что пока Путин у власти, будет сложно от них что-то получать. Да еще раз, вы меня не поняли. Нам абсолютно безразлично в этом случае, кто там у власти. Ну, вот смотрите, мы получаем 100 тысяч судебных решений, а дальше заходим на арест, например, Северного потока. Что зависит от Путина в этом вопросе? Ну, Путин может влиять на мнение тех же немцев. Он это делает успешно достаточно. Там это делает немецкий суд. Немецкий суд. Да. И вы знаете там дело Юкоса. Дело Юкоса, да. Это не да, понимаете. Давайте понимать разницу. Когда речь идет о деле Юкоса, где за суммой претензий в 50 миллиардов находятся там 5 или 10 физических лиц, это пострадавших материально. А в нашем случае речь идет о претензиях 2 миллионов граждан пострадавших. И к этому отношение совершенно иное. Поэтому у меня скептицизма нет вообще никакого. Нету, да? Абсолютно. Я думаю, что просто Российская Федерация на самом деле выхода не имеет. Им придется платить. А как вообще государство Украина относится к этой инициативе в частности? И будет ли она поддерживать? Знаете, нам не нужна в этом вопросе поддержка государства. Хочу сказать, что государство, не важно как к этой инициативе, важно другое. Потому что государство Украина сегодня в лице правительства, возглавляемого Яценюком, относится равнодушно к гражданам Украины. Вот в этом проблема. Абсолютно. К гражданам, к их бедам, к тому ущербу, который нанесен гражданам. Ну, то есть люди заняты совсем другим. У нас, как не зря же говорят, что сегодня Кабинет Министров стал просто таким технологическим центром коррупции в стране. На самом деле так и есть. Поэтому за этими увлекательными делами им совершенно некогда заниматься защитой интересов граждан. Хорошо. Поворачиваем страницу. Хочу поговорить с вами по поводу энергетической блокады Крыма. В ночь на 3 декабря в Симферополь прилетел Владимир Путин. И лично, в присутствии Аксенова и так далее, подключил так называемый энергомост. Правда, пока этот энергомост не компенсируют. То есть света там больше не стало. Ну, вот интересно, что говорят крымчане по этому поводу. Пожалуйста. Вам как сказать? Как надо или как есть на самом деле? Вечером у нас уже свет был. С утра проснулись тоже свет в обед. Я заходила домой, тоже свет был. Красиво, хорошо. Спасибо нашему президенту. Дал команду и сделали. Короче, почувствовал два часа разница. И думаю, будет дальше лучше, будет еще больше света. Только радость у всех, как говорится, на устах. И все с благодарностью о том, что у меня даже слезы, вы знаете, выступают. Россия не бросила. Люди в беде. Это все точки зрения? Нет, это не все точки зрения. Далеко не все точки зрения. Давайте, мы же тоже должны... Нет, нет, это же просто такой срез. Нет, ну просто давайте так. Это не срез на самом деле. Я объясню почему. Потому что мы же с вами понимаем, что если мы здесь в эфире покажем других людей, которые в Крыму иначе отреагировали, то завтра к ним придет ФСБ. Поэтому такие срезы, это не срезы. Я хочу вам сказать о другом. То, что Россия в достаточно короткий срок, думаю, что возможно даже до Нового года, выровняет ситуацию с электроэнергией в Крыму. То есть она будет. Может быть не будут работать предприятия, но то, что они там эвакуируют санаторию, так сказать, это в таком же примерно останется виде. Но дело в том, что мы этой блокадой и не добивались того, чтобы в Крыму не было света и люди сидели без света. Мы добивались совершенно других вещей, чтобы поднять цену оккупации для страны-оккупанта. Так вот, они смогут обеспечить, но цена будет золотой. Ну, оценили 2 миллиарда долларов. Нет, это вы по всей видимости... Сегодня на дожде видел эту цифру. Нет, я тоже слышал, но дело в том, что эта цифра, только оценка затрат на территории Крыма. Я бы вам предложил почитать интервью Новака, министра энергетики Российской Федерации, который дал всю цифру. И он сказал, что без того, что припишут, ну, если попросту сказать, без того, что украдут, а обычно крадут в двойном размере, да, так вот, без того, что припишут, нужно 300 миллиардов рублей, то бишь, это примерно 5 миллиардов долларов. На что? Значит, ну, примерно полтора миллиарда долларов нужно потратить им на кубанские электросети, потому что на Кубане нет, во-первых, излишковой электроэнергии, во-вторых, сети построены, не построены таким образом, чтобы подавать в Крым электроэнергию. Дальше им придется потратить примерно, пришлось бы, я не думаю, что у них будет на это время, пришлось бы потратить примерно 2 миллиарда долларов на генерацию в Крыму, но тогда им понадобится дополнительный газ. А для этого нужен газопровод с Кубани. Путин же говорил, газопровод из Кавказа. Это еще 700 миллионов долларов и так далее. Больше миллиарда, там, порядка полутора на реконструкцию сетей в Крыму, потому что там все нужно перевернуть, так сказать, через Керчь, которая являлась тупиком, подать на весь Крым электроэнергию невозможно. То есть, 5 миллиардов долларов умножьте на 2. Первое, у них нет столько времени, потому что столько не продлится оккупация. Второе, у них нет столько денег. Но сейчас ситуация для них на самом деле сложна, потому что выработка электроэнергии, а им долго придется сидеть на таких источниках, газотурбинными установками, она съедает газ, которого в Крыму в случае холодной зимы просто не хватит и на генерацию, и на отопление. Второе, они вынуждены сидеть на дизелях и возить постоянно топливо, и себестоимость в несколько раз выше, чем цена той электроэнергии, которая поставлялась ранее в Крым. Ну вот просто по поводу среды людей, вот мы как раз на следующий день, то есть 3 декабря, то есть 4, вернее, 3, позвонили Ольге Афанасьеву, это мама Геннадия Афанасьева, узника Кремля, и мы с ней договорились, что она в эфир к нам включится по скайпу из Симферополя. Когда пришел момент эфира, не было с ней связи вообще, то есть ни в интернете, ни в телефон, ничего, ну я сразу подумал, ну не дай бог там ФСБ пришел. На самом деле все более прозаично, и цвета не было. То есть это так решили проблему со светом. Вот эта вот фотография, которую вы видите, да, это стоп-кадр из фильма 1984, да, по роману Джорджа Орвелла. Почему я ее показываю? Вот, например, когда вчера было обращение Владимира Путина к федеральному собранию, на площади Ленина в Симферополе, да, по инициативе местных властей тоже была организована трансляция обращения президента России. Вот мы видим там несколько десяток человек. И что интересно, что трансляция, несмотря на то, что выступал сам Владимир Владимирович, который очень любят крымчане, как говорит Аксенов, она прерывалась неоднократно. Но, знаете, о чем я хочу вас спросить? Вот вчера президент Порошенко провел встречу офф-рекорд с лидерами мнений, так сказать, блогерами и журналистами. И вот что они говорят. Говорят, что Украина, то есть то, что им сказал Петр Порошенко, что Украина была готова возобновить поставки электроэнергии в Крым. То есть буквально вот 2 декабря, когда прилетел туда Владимир Путин. Но именно потому, что он туда прилетел, да, и заявил про этот энергомост, Украина не поставляла туда, и не начала поставить туда электроэнергию. Вообще, с Вашей точки зрения, правильно возобновлять поставки электроэнергии на оккупированный полуостров, если ни одно из требований, ну, участников, по крайней мере, гражданской блокады не было исполнено? Ну, во-первых, я считаю, что требование должно было быть на самом деле одно, это для оккупации Крыма. Потому что те требования, как они были сформулированы, первоначально выпустить полистических узников, дать возможность работать свободным независимым средством массовой информации, пустить международные организации и так далее. Ну, это, знаете, это невозможно на всей остальной территории России, тем более невозможно в условиях российской оккупации Крыма. То есть, ну, это было бы равноценно демократизацией России, что невозможно при Путине и этом режиме. Вот, поэтому, на мой взгляд, нужно было сконцентрироваться на одном требовании, и, собственно, блокада в конечном итоге – это очень существенный рычаг давления, повышения цены оккупации. В конечном итоге это приведет все эти меры к деоккупации Крыма. Далее я хочу сказать, что, я не знаю, украинские коррупционеры, которые наживались на поставках электроэнергии в Крым, а я знаю, что сейчас готовятся очень серьезные или завершаются очень серьезные журналистские расследования, в ближайшее время будут опубликованы цифры, сколько наживали на этих поставках. Так вот, я хочу сказать, что украинские коррупционеры, конечно же, ратовали за возобновление поставок, и не только 2 декабря, а сразу после того, как произошло вот это прекращение. Но дело в том, что народ не даст это сделать. Надо понимать еще раз, это не под силу сегодня улицы Банковой. Ну, не под силу, потому что сегодня народ более патриотичен и в большей степени, так сказать, в намного большей степени, так сказать, верит в свои силы и в то, что мы вернем Крым и Донбасс, нежели украинская власть, которая, на мой взгляд, к большому моему сожалению, и правительство в особенности, они бы с удовольствием забыли о том, что есть Крым и Донбасс, лишь бы им дали дальше возможность так же безраздельно грабить территорию, оставшуюся. Или оставленную им окружающуюся. Ну, вот смотрите, многие критикуют президента, ну и правительство в том числе, что нету стратегии возвращения Крыма. Когда была акция протеста под улицы Банковой, вышел представитель администрации президента и сообщил митингующим, что на самом деле стратегия есть, но ее никто не видел. И вообще, что изменит стратегия, то есть наличие стратегии, которая, в принципе, будет на бумаге, такая папка бумаг, с реальными возможностями Украины деоккупировать или освободить Крым? Первое, совершенно справедливое утверждение о том, что без стратегии не бывает победы. Это первое. Второе, Украина обладает огромными возможностями для ускорения процесса деоккупации Крыма и Донбасса. Использует минимум этих возможностей. Я вам приведу простой пример. Полтора года вообще имитировали готовность принятия неких санкций Украины против России, экономических. Потом приняли решение, но такие совершенно лакировочного плана, абсолютно ни на что не влияющие. То есть мы у всего мира требуем усиливать санкции, сами ничего не делаем. В ответ от всего мира мы получаем вопрос, а почему же вы ничего не делаете, а от нас требуете. То есть если бы Украина своевременно и жестко экономически давила, поверьте, у нас возможности надавить на чувствительные точки Российской Федерации не меньше, чем у них на наши. Так вот если бы это делалось своевременно, то сегодня мировые санкции в отношении России выглядели бы намного жестче. Ну смотрите, вот я когда вот случился вот это вот энергетическое блокадо, я себе задал вопрос, почему это не сделали перед этим а-ля референдумом, который они сделали. Ну было видно, что никто не может готовить. Ну а потом я вчера или позавчера увидел заявление Тараса Березовца на эфире Савика Шустра, где он говорил, что как раз в те дни, когда все это начиналось, был звонок председателя Госдумы Александру Турчинову, который тогда был ее президентом, где он сказал, что если Украина предпринимет хоть какие-то шаги против воли России, то в правительственный квартал будет высадан десант. А кто это Березовец сказал? Ну я не знаю. Ну это Березовцу приснилось. Значит, я могу сказать, что я в то время работал заместителем главы администрации президента, и у меня есть информация обо всех звонках, которые тогда были, их там всего было, два Яценюка и два Турчинова, совершенно с другим смыслом. Поэтому, ну сейчас, знаете, много у нас аналитиков, много фантазеров на эту тему. Я могу сказать, почему тогда не принималось такое решение. Потому что на тот момент времени все мощности, которые были в Крыму для генерации, ну даже, так сказать, теоретически поднимаемые, запускаемые, были примерно на уровне 150 мегаватт. При потребности, ну условно говоря, тысяча-тысяча мегаватт. Да, да. И на тот момент времени, если бы Украина выключила рубильник, то последствия были бы очень тяжелые для граждан, для школ, для больниц, для жилья и так далее. Именно поэтому тогда это сделано не было. Дальше мы наблюдали, и цифры все были, видели, что оккупанты завозят на территорию, оккупированную территорию Крыма различного рода мобильные установки для выработки электроэнергии. И когда, скажем, суммарная мощность этих установок достигла необходимого минимума для того, чтобы обеспечивать население объекты социально-культурного назначения, там школы, больницы, вот тогда уже можно было начинать принимать эти решения. И я думаю, что осень прошлого года – это как раз было то время, когда нужно было это делать, а то и, может быть, летом. А почему не было? Почему? Потому что не было политической воли. Я вообще хочу сказать, что экономическое давление со стороны Украины в привязке к оккупации Крыма, оно началось тогда, когда было принято решение не подавать воду по Северокрымскому каналу. После этого было решение об официальном запрете работы портов, аэропортов в Крыму. А потом все остановилось, а потом, извините, начали торговать. И вот эта бессовестная торговля по схеме Приднестровья, которая процветала на админгранице с оккупированным Крымом и продолжает процветать на Донбассе, там уже сложилась целая вертикально интегрированная структура, извините, барыг, которые на этом живут и хотели бы счастливо этим пользоваться еще десятки лет. Только мы с этим не согласны, как граждане. Последний вопрос. Вот недавно Димур Ислямов, один из участников гражданской блокады, сказал, что следующая блокада будет морская. Все начали задумываться, что же это будет. Вот Рифат Чубаров буквально сегодня объяснил изданию «Медуза», это российское издание, ну, демократичное. То есть их можно называть СМИ. Вот он сказал, что в принципе решение, международное решение о запрете кораблям, судам со всего мира причаливаться в Крыму, это больше рекомендация, то есть это необязательная функция. Он говорит, что надо добивать, ну, это я цитирую его, надо принять решение об обязательном эмбарго. Плюс еще, он говорит, есть опыт «Гринпис», который физически буквально блокировали судно. Ну, то есть меньшее судно становится перед большим судном. И вот, ну, просто мне кажется, что опыт «Гринпис» тут опасен, потому что там есть военные корабли, они будут просто стрелять, учитывая, какие они… Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что научая Родину защищать, оно в принципе-то опасно, да? Поэтому многие же люди берут автоматы, идут в армию и защищают Родину. И это для них тоже опасно, и многие гибнут там или получают ранения. Вот, поэтому рассуждать, что может быть какие-то там опасность блокирования Керческого пролива не выше, чем опасность нахождения на линии фронта на Донбассе. Но при этом я не хотел бы сейчас обсуждать все возможности, но хочу сказать, что на самом деле арсенал средств воздействия на оккупанта именно с целью повышения цены оккупации и применительно Крыму, и применительно к Донбассу, он далеко не исчерпан. И в этом направлении нужно действовать максимально настойчиво. Вообще, по большому счету, вот как мы говорим, как победить оккупанта? Ну, не силы, а оружие, хотя это компонент очень важный. Это усилиями на экономическом фронте, то есть санкции, блокады и так далее. Это усилиями на юридическом фронте, это то, с чего мы с вами начали, потому что это угроза. Два этих решения, это угроза. Тысячу появится, это еще большая угроза. Сто тысяч решений против России, они уже начнут уголком считать потенциальный ущерб. Это могу сказать, что последствия для себя, Россия, компенсируя ущерб Украине и гражданам Украины, будет расхлебывать еще достаточно долго. Нужны очень серьезные системные усилия на дипломатическом фронте, которых сегодня тоже, к сожалению, нет. Потому что все то, что на этих фронтах мы делаем, спасает жизни наших солдат на военном фронте. Ну, просто особенно на дипломатическом фронте очень сложно, учитывая реакцию Германии на энергоблокаты. Ну, слушайте, что сложно? Ну, о чем вы говорите? Ну, у Германии своя, у Франции своя, какая нам разница до их реакции? У нас другая проблема. У нас, ну, уже больше, чем полтора года назад президент уволил, дай бог памяти, 26 послов. Из них половина не назначена по сей день. Ну, давайте я вам приведу примеры. Великобритания, одна из трех стран, ну, Россию вычитаем, из двух стран-гарантов по Будапештскому меморандуму. У нас по прошествии полутора лет появился указ о назначении Голебаренко послом Великобритании, но она до сих пор исполняет обязанности первого замминистра иностранных дел, и в Великобританию не приехала. Кто там работает? С политической элитой, с правительственными чиновниками, с нашей диаспорой и так далее? Да никто. Ну, да. Вот вам ответ на вопрос. Благодарю вас за эту беседу. Оставайтесь с нами.